Здравствуйте! В эфире Настоящее время из студии в Вашингтоне. С вами Роман Мамонов. Смотрите сегодня в программе. Украина, Россия и Беларусь. Торговые войны. Новый цикл репортажей Настоящего Времени. В Литве начался процесс по делу о штурме телецентра в Вильнюсе в 1991 году. Большинство обвиняемых судят заочно. А также Зика пробрался в Америку. Особо опасный вирус нашли у жителей Вирджинии. Обама призвал ускорить разработку вакцины. По традиции начинаем с новостей из Праги. Я приветствую Тимура Олевского. Спасибо, Роман. С событиями настоящего времени вас начинаю знакомить я, Тимур Олевский. В России российско-грузинскую войну будет расследовать Европейский суд. Международный уголовный суд в Гаге начинает расследование по подозрениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных на территории Грузии и Южной Осетии во время российско-грузинского вооруженного конфликта в 2008 году. А накануне про Грузию говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. На своей большой пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства России сделал ряд громких заявлений на фоне, казалось бы, потепления российско-грузинских отношений. Сергей Лавров вдруг заявил. В странах, в некоторых странах Центральной Азии, ИГИЛ пытается создавать свои ячейки, в Панкистском ущелье. Да, и у нас есть случаи, когда задерживали террористов, и по собранным сведениям они имели связи с ИГИЛ. В ответном заявлении премьер-министр Грузии Георгий Кверикашвили опроверг слова своего российского коллеги. Власти Грузии полностью контролируют Панкистское ущелье. Никакой террористической угрозы там на сегодняшний день нет. Наш корреспондент в Грузии Зураб Двали спросил у жителей Тбилиси о возможных причинах возвращения Панкисти в повестку Дня российских политиков. Я думаю, что это очередная провокация и спекуляция официальной Москвы, чтобы обострить наши без того плохие дипломатические отношения. Мы это кино уже видели, это на протяжении долгих лет длится. Вот это желание российских политиков очернить, осквернить панкистцев. Думаю, этот фактор, фактор Панкисти будет использован и в дальнейшем, как один из факторов давления на Грузию. Никакая опасность из Панкисти не может быть реальна, и это все их невидумки. Есть такой документ Будапештский меморандум о гарантии к безопасности Украины. Он часто вспоминается в последнее время в связи с аннексией Крыма и участием России в войне на Донбассе. Глава российского МИДа Сергей Лавров, кстати, предложил собственную трактовку этого договора, подписанного в далеком 1994 году. Если вы имеете в виду Будапештский меморандум, то мы его не нарушили. Будапештский меморандум содержит одно единственное обязательство – не применять против Украины ядерное оружие. Никто этого не делал, и никаких угроз применения ядерного оружия в отношении Украины не звучало. Напомню, что в тексте меморандума в первом пункте же сказано, что США, Великобритания и Россия взяли на себя обязательство уважать существующие границы Украины, а уже во втором пункте – не применять никакого вооружения против Украины. Практически синхронно с Лавровым выступил и секретарь Совета безопасности России, бывший глава ФСБ Николай Патрушев. Он заявил в интервью газете МК, что мировое сообщество должно поблагодарить Россию за Крым. Крым на самом деле – это тоже не наша инициатива. Мы должны здесь поблагодарить США. Именно Вашингтон инициировал процесс антиконституционного государственного переворота на Украине. Поэтому я убежден – мировое сообщество нам должно сказать спасибо за Крым. Спасибо за то, что в этом регионе, в отличие от Донбасса, обошлось без массовой гибели людей. Говорится это не впервые, что на самом деле думают вот эти чиновники, когда это говорят. Мы спросили у автора книги о современной истории России, у Михаила Зыгоря. У Лаврова была репутация человека, которому условно глубоко противно все, чем ему приходится заниматься. Особенно первые, скажем, лет пять, когда он только стал министром, про него говорили, что нет, ну он-то все понимает, он образованный человек, он там, знаете, что он говорит на встречах со своими однокурсниками, он там вообще такое говорит. Я не верю в то, что можно жить в таком состоянии очень долго. Потому что это какая-то очень тонкая грань между тем состоянием, когда ты вынужден что-то говорить каждый день. И ты не можешь себе позволить в какой-то момент возвращаться домой и к жене под подушкой ночью говорить, что какая же это все глупость, зачем же я все это говорил. Российская торговая эмбарго заставила украинских бизнесменов находить новые рынки сбыта. Европа тут не лидирует. Новые возможности открылись в Белоруссии, которая теперь обслуживает российский рынок. Как выживают украинские предприниматели во времена торговых войн узнавала Ирина Кононенко. Дмитрий Титаренко уже несколько лет в Харькове на ферме разводит кроликов. До недавних пор бизнес парня на 80% ориентировался на российский рынок. Резко упал спрос продукции. То есть у нас продукция была ориентирована, конечно, на потребителя и просто рынка не стало. С начала 2016 года украинские предприятия уже не могут поставлять свою продукцию на территорию Российской Федерации. 21 декабря 2015 года председатель правительства страны Дмитрий Медведев подписал постановление, которым ввел продуктовая эмбарго. Ранее под запрет также попали бытовая химия и были прерваны контракты с некоторыми украинскими предприятиями. Мы видим логическое развитие торговой войны, которую ведет Россия против Украины. Где-то еще, наверное, так скажем, в 2011-2012 году уже в активной фазе. Правда, Дмитрий Титаренко уже не спешит закрывать фирму, поскольку решение проблемы сбыта товара оказалось неожиданным. Помогли белорусы. Имея партнера в Беларуси, мы наблюдаем, как белорусы активно зарабатывают на том, что покупают продукцию в Украине, занимаются реэкспортом в ту же Российскую Федерацию. Галина Лиашек, предприниматель из города Рона, гордится собственной продукцией. Еще прошлой осенью сырье и трикотажную одежду ее фабрика экспортировала в страны Ближнего Востока и в Россию. А вот в Европе из-за сложности сертификации украинский трикотаж места себе не нашел. На сегодняшний день для производителей, которые работали с Россией и через Россию, идет очень жесткая борьба за украинского покупателя. Одежду в своих магазинах они продают практически без наценки. Главное, чтобы предприятие не остановилось. Благодаря, в кавычках, таким политически мотивированным действиям России, зависимость украинского экспорта очень сильно упала от российского рынка за последние годы. Мы создаем условия для развития экспорта в ЕС, работаем над тем, чтобы украинские стандарты признавались в Европейском Союзе. Потеря Украины от эмбарго составит 600 миллионов долларов, посчитал премьер-министр Украины Арсений Яценюк и подготовил ответные санкции против России. Украинский потребитель мало зависел от товаров российского производства, особенно если мы говорим о товарах продовольственных. Экономисты утверждают, что украинские санкции против России только подстегнут отечественных производителей и поставщиков учитывать потребности своего же потребителя. Ирина Каноненга, Ольга Калиниченко, Дмитрий Леонтьюк. Настоящее время. Киев. Харьков. Ровно. Эпидемия гриппа в Украине болезнь унесла более 80 жизней и быстро распространяется по стране. В некоторых областях в образовательных учреждениях введен карантин. Больше всего пострадала Одесса. Так передает наш корреспондент Всеволод Ананьев. С осени в Украине бушует эпидемия так называемого свиного гриппа, вируса H1N1. В конце января пандемию признало и Министерство здравоохранения страны. Только официально зарегистрированных более 2,5 миллионов заболевших. Из них около 80 с летальным исходом. Самая высокая смертность зафиксирована в Одесской области. Болезнь унесла 19 жизней. Властям пришлось принять экстренные меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию. В срочном порядке во всех учебных заведениях был введен карантин. А больницы обеспечили аппаратами для вентиляции легких. Мы не говорим о том, что она пошла на спад, но она стабилизирована. И на сегодняшний день остается на цифрах, которые не говорят об увеличении, резком увеличении тяжелых пневмоний у гриппа. Штамм вируса H1N1 опасен своими осложнениями, которые могут привести к летальному исходу и другим серьезным последствиям. Вадим Казаков, музыкант одесской группы Чеширс, как говорится, родился в рубашке. Сегодня он снова играет и поет. А еще месяц назад не знал, сможет ли когда-нибудь взять хоть одну ноту. Врачи диагностировали острый трахеит. Когда врачи мне сказали, что я могу потерять голос, я, конечно, был просто в шоке. К счастью, все обошлось. Мне, можно сказать, повезло. Пока одесситы паники не поддаются. Но про запас массово скупают мази, марлевые повязки. И в отличие от медиков, считают эти средства эффективным предупреждением недуга. Особенно тяжело свиной грипп переносят дети. В школах уже ввели карантин. Но некоторые родители ограничивают любые контакты своих малышей со сверстниками. Он такой слабенький в первой классе, чтобы не заболел. Единственное, что я боюсь. Пока эпидемический порог превышен в 18 областях Украины. Пандемия стала самой масштабной за последние 6 лет. И в Минздраве предупреждают. Пикового порога страна еще не преодолела. Кроме того, Литва передала Украине более 5000 доз противовирусного лекарства Томифлю. По убеждению Минздрава, этих запасов будет достаточно для борьбы с вирусом. Всеволода Нанев, Сергей Гончаренко, Максим Корзун. Настоящее время. Одесса. Ну а в Литве началось рассмотрение самого объемного судебного дела в истории страны. 702 тома материалов о событиях 13 января 1991 года. Тогда при штурме советскими войсками в Вильнюсской телебашне погибло 14 человек, 32 получили тяжелые увечья, а всего пострадавших свыше тысячи. На скамье подсудимых двое. Бывший танкист, гражданин России Юрий Мель, которого полтора года назад задержали при пересечении границы с Литвой, и гражданин России, постоянно проживающий в Литве, Геннадий Иванов. Он в январе 1991 года служил механиком в северном городке Вильнюс, где располагались регулярные части советской армии. Оба свою вину отрицают и заявляют о непричастности к гибели людей. Среди обвиняемых и бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов, и глава советского спецназа Альфа Михаил Головатов. В настоящий момент поиск всех обвиняемых продолжается. Он объявлен. В отношении всех обвиняемых выдан европейский ордер на арест. Если они окажутся в Европе, они будут задержаны. Однако суд объявил, что если они добровольно прибудут на слушание суда, то европейский ордер на арест в отношении таких лиц будет отозван. Я не знаю реакции моего клиента, захочет он или нет давать свои показания, прибыв лично. Возможно, будет представлена возможность связаться электронным способом или провести видеоконференцию. Всего обвиняемых по делу 65 человек. Большинство из них судят заочно. Громкое дело вызывает повышенный интерес. Вильнюсский административный суд даже не смог вместить всех желающих попасть на это заседание. Мы будем следить за этим процессом. Ну а сейчас время передавать слово коллегам в Вашингтоне. Роман. Благодарю, Тимур. Сегодня, в среду, одна из самых авторитетных правозащитных организаций мира, Freedom House, опубликовала ежегодный доклад о состоянии свободы в мире. Россия в документе отнесена к числу несвободных стран. Она набрала всего 22 балла по 100-бальной шкале, при этом почти по всем параметрам, которые рассматривает Freedom House. Показатели Москвы находятся на минимальных уровнях. Гражданские свободы, например, 6 баллов. Наихудшая возможная оценка 7. В категориях свободы, выражения мнений и права организаций и ассоциаций ситуация по сравнению с прошлым годом ухудшилась. Составители отмечают, что Кремль в 2015 году продолжил репрессии против гражданского общества, увеличивал давление на неправительственные организации и назвал организации, поддерживаемые Джорджем Соросом, нежелательными. Также упоминается убийство Бориса Немцова в феврале 2015 года, которое, цитата, «стало первым политическим убийством с момента прихода Путина к власти», и тот факт, что брат оппозиционера Алексея Навального, Олег, продолжает находиться в заключении. И вот как ситуацию с правами человека в России в интервью «Голосу Америки» прокомментировал представитель Freedom House Арч Паддингтон. Не хотелось бы выглядеть оптимистом там, где для оптимизма мало поводов. Сегодня мир добивается от России прежде всего выхода из Украины. От России также ждут конструктивные роли в разрешении сирийского кризиса. На этом фоне происходящее внутри самой России беспокоит Соединенные Штаты и другие демократические страны гораздо меньше. Самое лучшее, что мы можем сделать в этом случае, и это должно быть сделано не столько через правительственные структуры, сколько через такие организации, как Freedom House, средства массовой информации, неправительственные организации, это рассказывать о внутрироссийских событиях. Мы должны поднимать тему политических заключенных, рассказывать о расследовании убийства Бориса Немцова, о том, что в России говорят о Бараке Обаме и других западных лидерах. Обязанность рассказывать обо всем этом ложится на международную прессу и гражданское общество. Свой ежегодный индекс восприятия коррупции в среду опубликовала еще одна влиятельная международная правозащитная организация Transparency International. В новом рейтинге Россия получила 29 баллов, это на 2 балла лучше уровня предыдущего года. Но все равно страна остается на 119 месте из 168 по соседству с Гаяны, Азербайджаном и Сьер-Леоном. Даже в бывших братских Белоруссии и Молдове ситуация лучше. Как отмечают эксперты, в России взяточничество зачастую идет рука об руку с репрессиями. Правительство, цитата, душит гражданское общество и независимые СМИ, которые призваны предотвращать коррупцию. Отметим, что в индексе Transparency International странам присваивается рейтинг от нуля абсолютной коррупции до 100 баллов, полное ее отсутствие. Украина в нынешнем рейтинге тоже немного улучшила свои позиции, поднявшись до 142 на 130 место. В среду в Москве активисты одного из пропутинских движений в очередной раз поупражнялись в оригинальности. На жилом доме напротив посольства США на Новинском бульваре российской столицы утром появился плакат со стилизованным портретом американского президента. Под изображением президента Обамы красовалась надпись «Киллер», то есть убийца. Также, по данным некоторых СМИ, ночью на здании посольства с помощью лазерной установки проецировалась надпись «Обама киллер номер один». Ответственность за акцию взяло на себя так называемое арт-сообщество «Главплакат», за которым, по некоторым сведениям, стоят выходцы из молодой гвардии «Единой России». Как указано на сайте арт-сообщества, 10-метровый антиобамовский баннер посвящен планам правительства США по очередному военному вторжению на территорию иностранного государства. Речь, видимо, идет о недавних высказываниях министра обороны США Эштона Картера о необходимости использовать сухопутные силы в Сирии и Ираке. Мы также добавим, что представители посольства пока воздержались от комментариев, а сам главплакат специализируется на акциях против российской оппозиции. Его члены вывешивали баннеры немцы, им помогут с портретами Михаила Касьянова, Ильи Яшина, Геннадий и Дмитрия Гудковых и Алексея Навального. Напротив офиса радиостанции Москвы главплакат также разместил баннер с надписью «Пятая колонна. Чужие среди нас» с лицами Андрея Макаревича, Юрия Шевчука, Алексея Навального, Бориса Немцова и Ильи Пономарева. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала законным введение санкций против депутатов, которые посещают оккупированные территории, в том числе Крым. В документе под названием «Введение санкций против парламентариев» отмечается, что ассамблея глубоко обеспокоена нынешней политической обстановкой в Европе, где, цитата, «незаконная аннексия Крыма, Российская Федерация и ее вмешательство в военный конфликт на востоке Украины создали климат взаимного недоверия». Во время обсуждения резолюции в Страсбурге находился и лидер Меджлиса крымских татар Мустафа Джимилев, объявленный Россией в международный розыск. Политик полагает, что решение Крымского суда незаконное, а Украине необходимо постоянно поднимать вопрос о Крыме на международном уровне, чтобы вынудить Россию вернуть полуостров. Мы исходим из того, что военное решение, по крайней мере в нынешний момент, оно невозможно. Потому что если начнутся военные действия, оккупанты в первую очередь начнут уничтожать крымских татар. Даже если они не будут проявлять какого-то там враждебности к России. Попросту будет этническая чистка. Необходимо, конечно, чтобы, во-первых, у Украины была четкая позиция. Мы считаем, что решение проблемы основным рычагом должны быть санкции, усиление санкций против агрессора. То есть привести агрессора в такое состояние, что она вынуждена будет сама освободить оккупированную территорию. Пока в России граждан пугают страшилками про планы Америки и Барака Обаму, многие в самой Америке как раз хотели бы узнать Россию получше. В Нью-Йорке русские звезды баскетбола, выступающие в NBA, встретились со школьниками, которые в апреле отправятся в Россию в рамках программы спортивного обмена. 14 старшеклассников и трое их тренеров с американской стороны. И группа из 30 тренеров любительских команд с российской стороны станут послами баскетбола. Программа обмена учреждена Нью-Йоркским русско-американским фондом и школой 2.0, основной бывшим игроком Бруклин Нец, а ныне президентом Российской Федерации Баскетбола Андреем Кириленко. На презентации проекта на стадионе Барклайс-центр в Бруклине побывал Михаил Гудкин. Этим мальчишкам и девчонкам из разных районов Нью-Йорка лет по 15-16. Некоторые из них мечтают о карьере в профессиональном баскетболе. Но сегодня главное даже не это, а то, что через пару месяцев все они, в сопровождении трех американских тренеров, отправятся в Россию в рамках программы Sports United, послы баскетбола. Большинство из них прежде никогда не выезжали за пределы США. И о России знают немного, но ждут этой поездки с нетерпением. Россия — это новая культура. Хочу узнать, как у них там за баскетболом и с музыкой. Мне особенно нравится то, что в России нас будут принимать семьи, и мы у них будем жить. Я хочу узнать, что они едят, в какие игры играют дома, поучиться языку. По словам вице-президента русско-американского фунда Рины Кершнер, для участников программы предстоящая поездка будет бесплатна. Для выходцев из малоимущих семей это немаловажный фактор. И, конечно, мы выбирали ребят, у которых не было возможности за свой счет или по другим таким программам попасть в такую программу. Программу американо-российского обмена поддержал Михаил Прокоров, владелец клуба «Бруклин НЭЦ» и стадиона «Барклайс Сентр» в Бруклине, где проходила встреча. Согласились помочь и российские спортсмены, выступающие в Национальной баскетбольной ассоциации. Я считаю, что это очень здоровская программа, потому что есть чему российским тренерам поучиться у американцев, потому что здесь отличная культура, отличные специалисты. И также американским ребятам выехать в Европу, посмотреть культуру и проверить свои силы в игре с русскими сверстниками. Я думаю, это выгодно для обеих сторон. Сергей Карасев, выступающий в США уже третий сезон, сожалеет, что подобной программы обмена не было, когда он был мальчишкой, мечтавшим о большом баскетболе. «Если еще российских ребят, молодых, привезти в Америку и показать им все, как происходит это за кулисами, не нежели что-то видишь на площадке, это все красиво, да, но какой-то реально труд, и как люди работают на тренировках, как люди выкладываются, поэтому, если бы они это увидели бы, я думаю, это был бы огромный плюс в их баскетбольной карьере». Напряженные политические отношения между Россией и США участников и организаторов программы не смущают. «Мы должны в спорте стараться политику держать чуть-чуть подальше от нас. К сожалению, в наше время это невозможно, но насколько мы можем это делать, мы должны это делать». «Мы едем туда не заниматься политикой, а познакомиться с культурой, поучиться у русских баскетболистов. Надеюсь, что нам удастся сблизить русскую и американскую баскетбольную культуры». «Вообще русский и американский фонд считают, что народы и культура России и Америки очень похожи и близки друг к другу, поэтому такие проекты для нас всегда очень дорогие, и мы всегда стараемся найти интересные группы и вовлечь их в такой диалог между странами, между людьми». Михаил Гудкин, Сергей Гусев. Настоящее время из Нью-Йорка. Через пару минут о том, грозит ли Америке вирус ЗИКа, а теперь прошло время передавать слово коллегам в Праге. Тимур, Эфишев и Фирваш. «Спасибо, Роман. Ну а в России, куда вот-вот приедут американские баскетболисты, продолжается бунт заемщиков банков, так называемых валютных ипотечников. Людей, которые взяли кредиты в долларах и евро на покупку квартир в тихие довоенные докризисные годы». «Накануне они пришли в главный офис Райфайзенбанка в Москве. Руководство и сотрудники заранее покинули свои рабочие места. Люди требуют перевести их долг в рубли по курсу хотя бы прошлого года. Но есть в России такие, кто платит ипотеку и даже в квартиру заехать не может. Она построена, но ее как будто и нет. Как это? Наш корреспондент Вадим Кондаков побывал в самом настоящем мертвом городе, что стоит всего в 20 километрах от Москвы. «Под небом голубым есть город непростой, с дырявыми воротами и призрачной мечтой». «Вот мой дом, в котором я вообще планирую жить со своими детьми». «Ты все еще планируешь?» «Мне очень хочется верить в то, что я здесь буду жить и мои дети здесь будут жить». Но сейчас вокруг нас мертвый город. Два десятка высоток, 7200 квартир и ни одного жильца. Только несколько строителей, которые зачем-то чистят тротуары от снега. Это похоже то ли на заброшенную из-за Чернобыля Припять, то ли на декорации к фильму «Катастрофе». Вот только фильма нет, а «Катастрофы» есть. И состоит она из тысячи вот таких, совсем не киношных историй. «Мы тремя семьями живем в двухкомнатной квартире». «Сколько у вас там?» «Нас получается раз, два, три, семь человек». «Снимаю квартиру, сейчас плачу деньги за съем квартиры, уже больше года». «У нас ипотека, мы оплачиваем каждый месяц 27 тысяч, съемная квартира 20, плюс дочь первоклашка. И у нас остается на проживании 9 тысяч». Большинство из них ипотечники. Те, кто брал кредит в валюте, сейчас на грани разорения. Ни жилья, ни денег. Только заброшенный офис продаж, в котором они когда-то покупали мечту. «Вот здесь вот стоял стол, в котором я заключал договор предварительный о купле квартиры. Здесь сидели две приветливые девушки. Рассказывали, как все будет хорошо». Эти дома обещали сдать еще в 2013-м, но сначала что-то не срослось с благоустройством придомовой территории. А потом у СУ-155 начались проблемы с кредиторами. И теперь о судьбе мертвого города никто ничего не может сказать. «Руководство СУ не имеет права, по сути, ничего делать, по причине того, что сейчас проводится санация. То есть мы теперь не знаем, к кому стучаться, кто будет это достроить». С квартирами здесь не повезло даже тем, кто сам работал в СУ-155. Более того, вот эту женщину сократили, даже не выплатив ей зарплату, на которую, впрочем, она все еще рассчитывает. Так что резкие слова про боссы компании говорит супруг. «Депутат Балакин, депутат и хозяин этой компании, своим сотрудникам просто как, я не знаю, не к людям, а как к скотине относятся. И это все, как говорится, под носом у Кремля». Обманутые дольщики СУ-155 уже много раз выходили на улицы. Но обещания, что давали им чиновники, так и не выполнены. Поэтому сейчас они готовы на все. «Если нас не услышит правительство, то пойдем на крайние меры. Это у нас ближайшие трассы – это М-4, Москва – аэропорт трасса. То есть будем перекрывать, будем уже выходить и уже говорить свое «я», требовать». Они говорят, что уже ничего не боятся, потому что терять нечего. А учитывая масштабы строительства СУ-155, по всей стране таких десятки тысяч – целая армия обманутых и разочаровавшихся людей. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. Такие новости из России. А какие новости у вас, Роман? Тимур, одна из активно обсуждаемых сейчас в США тем – угроза пандемии вируса ЗИКа. Эта болезнь быстро распространяется в странах Латинской Америки и уже проникла в Соединенные Штаты. Накануне вирус был обнаружен у жителя штата Вирджинии, который недавно вернулся из-за границы. Проблема уже вышла на национальный уровень. Президент Обама поручил ускорить разработку диагностики и лечения от вируса. ЗИКа переносится комарами и особенно опасен для беременных, так как может вызывать микроцефалию плода. Вадим Оленичев о масштабах проблемы. Вирус ЗИКа на сегодняшний день обнаружен уже в 21 государстве Северной и Южной Америки и Карибского бассейна. Первый случай заражения был отмечен в Бразилии в мае прошлого года. Кроме того, выявлены больные в Мексике, Сальвадоре, Колумбии, Эквадоре и на Ямайке. Симптомами инфекции прежде всего являются высокая температура, сыпь, конъюнктивит и головные боли. Темпы ее распространения поразительны. В 2014 году во всем мире было зарегистрировано лишь 150 случаев заражения вирусом ЗИКа. С октября прошлого года только в Бразилии обнаружено 3900 зараженных. Врачи открыли вирус ЗИКа еще в 1947 году у африканских обезьян. Однако поначалу дело ограничивалось лишь кратковременными эпидемиями среди жителей экваториального пояса Африки, Азии и Тихоокеанских островов. Теперь же пандемия лихорадки ЗИКа достигла таких масштабов, что медицинские службы многих стран не в состоянии ее остановить. Ключевой момент профилактики всех заболеваний и вирусов, переносимых комарами, это просто не оказаться укушенным. Поэтому мы должны ликвидировать всю стоячую воду и закупоривать все источники влаги в жилых микрорайонах, чтобы не давать комарам плодиться, а также закрывать открытые участки тела, чтобы вас не укусили. Не будучи смертельной, лихорадка ЗИКа раньше не считалась тяжелым заболеванием. Но одним из наиболее трагических ее последствий является рождение младенцев с недоразвитым мозгом и уменьшенной головой. Врачи называют эту аномалию микроцефалия и подтверждают, что опасность прежде всего грозит новорожденному, а не матери. В бразильском штате Пернамбуко сразу у 2% младенцев выявлены нарушения, связанные с вирусом. У нас нет оснований считать, что для беременных женщин вирус ЗИКа предоставляет большую опасность. Однако в последнее время у нас растет озабоченность по поводу того, что беременная женщина, зараженная вирусом, может передать эту инфекцию зародышу. Известны также случаи передачи инфекции половым путем от мужчины к женщине. В сложившейся ситуации врачи рекомендуют женщинам из стран, попавших в группу риска, подстраховаться и по возможности подождать с зачатием ребенка. Тем временем вирус ЗИКа может распространиться на все государства Северной и Южной Америки, за исключением только двух. В Канаде и Чили комары под вида АЭДОС, которые являются носителями инфекции, пока не обнаружены. А вот на юге США уже выявлены 12 человек, которые вернулись из поездки в Латинскую Америку зараженными. Сложность заключается в том, что у четырех из каждых пяти зараженных не проявляется никаких симптомов. Медики усиленно работают над созданием вакцины против вируса ЗИКа. Но ждать ее появления надо по меньшей мере еще пару лет. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Ничего, победили Эболу. Глядишь, и с ЗИКой справимся. На этом все. Спасибо, что были с нами. Я Роман Мамонов и команда Настоящего Времени в Вашингтоне благодарим коллег в Праге. И прощаемся с вами. До завтра, Тимур. Спасибо, Роман. Следите за событиями Настоящего Времени вместе с нами. Я Тимур Олевский. Пока. Редактор субтитров А.Семкин